всем привет сегодня посмотрим на еще одну игру под убунту но она доступна не только под убунту короче под линукс наверное под windows тоже и сейчас посмотрим мы и установим точнее я ее установлю запущу а потом попробую скачать исходники и собрать так как эта игра open source и свободно то есть вы можете применить свои опять-таки навыки программирования вот либо разобраться ну как устроен код либо как использовать примеру библиотеку sdl очень много игр написаны на sdl и скорее всего я сделаю пару видосов по sdl я sdl не работал но думаю придется немного поработать так вот что нам надо сделать но перейдем на download так что мы здесь видим мы видим исходники в архиве до походу 24 мегабайта дальше дата но это дан это всяким звуки музыка картинки почти гиг и как собирать так так ладно это нам пока не надо мы пока установим и посмотрим что это за игра ну я думаю вы знаете что такое юфо а если вы не знаете вы много потеряли потому что потому что очень очень такая ну не то что культовая но очень многие в нее играли особенно чтобы прочувствовать весь дух надо поиграть самые первые там версии юфо там подводная угроза это вторая часть а первая часть не помню и этих юфо очень много разных там игр 56 точно есть ну платных там с классной графикой и и и всем остальным так что но сама суть игры в чем есть пришельцы не пролетают захватывают там города и надо этих пришельцев убивать вот есть даже несколько книг по этой серии по моему даже так и называется юфо неизвестные угрозы или что-нибудь такое вот книга короче короче довольно игра довольно интересно ну книга тоже так что у нас тут есть но я устанавливаю под убунду также есть бинарники под windows также чё это такое я не знаю ну и вот общий для дебе она да а для других а для других а для других берете и собираете вот так вот так пока устанавливается а устанавливается чё-то над долгом я наверное нажму на паузу или наверное посмотрим пока как тут собрать так сборка расписано под линуксом это дебен сусе windows mac solaris и при бсд есть значит 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 нужно скачать так getting the source получить эти исходники хорошо что нам нужно нам нужен же си 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 же плюс плюс zlib sdl make утилита да давайте мы пока это все и установим да пока у нас устанавливается игра мы зайдем синаптик синаптик очень как раз нужен что такое что то а что то что то что то заняло процесс а что могло занять еще раз но я не до конца прочитал что написано ее не так так да кто то я наверное под суду а зачем я под суду начал устанавливать непонятно потому что скопировал ну ладно придется придется ждать тогда наверное сделаем вот так вот получим исходники так вот скопируем вот вот это короче я сейчас это все сделаю а потом продолжим короче я установку прервал была очень низкая скорость и и ну что то тут по утрам у меня скорость не очень либо там сервер и я решил выкачать исходники что собственно я говоря и сделал и выкачивались они тоже немало но но теперь мы можем приступить к сборке соответственно я попробую собрать ну покажу как я это все проходил но первым делом где мы мы на были 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 вот здесь дало дам дальше кликаем сюда компайл за соус сборка ресурсов ну исходника тут написано что нам надо но это мы сразу можем не устанавливать к примеру вот я клацаю сюда расписано сборка ресурсов под убунту дальше 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 а ну исходники исходники понятное дело вот вы по этой кнопке кликайте и вот они на гитхабе лежат либо на весь репозиторий либо только мастер но я выкачивал весь репозиторий не знаю зачем но выкачивал дальше смотрите вот невозвратно установка чё нужно сделать а нужно просто покопировать все эти судом и установить все что нужно вот соответственно соответственно у меня большая часть скорее все установлено поэтому поэтому проблем не должно быть то есть можно особо не заморачиваться берем и копируем есть вот но что-то не было установлено то есть таким образом можно как вы видите сразу несколько библиотек пакетов установить за раз так дальше но я особо читать там не буду я просто буду копировать копировать и устанавливать но часто вроде скорость поднялась повыше стала повыше так игра мы знаем написано на си плюс плюсе ну наверное еще что нибудь там используется какие-то скрипты по любому какие-то скриптовые языки не знаю разбираться не буду но что такое так некоторые не могут быть из-за ну потому что нестабильные он стой был дистрибьюши ладно ну может без них обойдемся так а что тут не стабильно лип если вы используете хотите типа 2 и 5 то не не особо так ладно что только что было было вот миа это у меня было зачем я это делал не с демо и не знаю ладно но это установка установка openjl библиотек так это сделал теперь теперь что что надо сделать по ходу по ходу по ходу сейчас посмотрим так ну говорит говорит какой-нибудь какие-то зависимости что ли что-то я не понял ну ладно давайте а суду аптгет так суду аптгет инсталл и дэв ссылку рип тут есть и значит 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 депс это какие-то зависимости по ходу наверное их наверное не надо было но я я делаю все вот так вот подряд так давайте попробуем копим кен нот кен нот нету короче то да нету так нету так давайте теперь соберем что тут есть но мы видим семейк и конфигур ну как правило да всегда если есть конфигур то нам надо сконфигурить а просто вызвать вот ето дальше дальше идет конфигурация и что-то тут не нашло до кси жена не нашло ну вряд ли он нам надо а не найден sdl интересно 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 давайте воспользуемся воспользуемся с синаптиком а чё sdl вроде он устанавливался сейчас сейчас поищем sdl потому что это точно надо так лип sdl и матч есть надо все что связано с дел установить вот миксер дальше дальше нет я по моему где-то устанавливал это все что она тут не установила не знаю так это тоже саунд ну по-любому саунд надо и это я думаю тоже надо так вроде бы все что с девом а вот я sdl это sdl 2 мне вот это все не надо походу ладно миксер не нашел и ttf ttf это по моему шрифты да у нас слип sdl tt вот да короче я здесь походу лишнего накликал но ничего страшного так сейчас установится и продолжим и так установилась чё нам надо делать дальше давайте я еще раз сконфигурирую вот по sdl все нашло не нашли ну doxygen точно не надо это генерация документация по исходным кодам короче вроде опа 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 пико модел пико модел не нашло это чё такое такие вещи конечно же лучше сразу искать в синаптике по имени сейчас попробуем аж уберем интересно пико модел а если пико 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 либо пико непонятно что это наверное надо гуглить ладно сейчас попробуем собрать команду make вызовем ну вроде бы пошла а сейчас гугланем что такое пико модел так нот фаунд ага ага это у нас это у нас не понял вот по ходу этот надо его собирать и устанавливать это непосредственно какая-то видимо библиотека ага для загрузки 3d каких-то моделей ну ладно ну сборка вроде идет блин надо было запустить в несколько потоков то есть мейку можно указать по моему там make джей 5 а вот типа джей 5 да это мы указан чтобы сборка грубо говоря проводилась пятью потоками вот вот джей так make in пара сейчас можно посмотреть так можно даже вроде как установить опцию по умолчанию ну короче короче это все не надо это я отвлекаюсь давайте еще посмотрим что у нас тут есть вот у нас инструкция по сборке есть пока это все собирается дальше что нам говорит надо языки собрать надо карты собрать надо что-то еще сделать потом еще что-то и потом аж можно запустить дальше какой-то юфо радиант опционально чтобы была возможность создавать карты нужно короче я карты не буду создавать это точно дальше установка и такую фон наверное мы это делать не будем известные проблемы и решения если черный скрипт то что-то типа такого надо сделать также можно собрать debian пакет ну потому что мы что кликнули что я здесь кликнул я здесь где-то в этом кликнул что подобен также вы под свою операционную если она есть можете собрать но сейчас посмотрим ну все ли у нас получится дальше что тут есть смотрите здесь вниз а вот документацию можно сгенерить вот вот такую которая валяется вот вот тут а а это 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 я понял это документация по исходному коду для того чтобы вы могли если захотите что-то добавлять что-то добавлять то могли сюда залезть и почитать и почитать файлы файлы ну давайте файлы где у нас тут файлы клиент короче не буду отвлекаться потом дальше внешние ссылки домашняя страница репозиторий какой-то какие-то дефайны для операционных систем макросы дальше какой-то кодинг help то что должно помогать в кодировании дэв мастер геймдэв а ну я так понимаю это просто ссылки которые ресурсы которые могут вам помочь то есть что-то по по панжелли по разработке игр дальше какие-то уроки но панжелли уроки ходинг туториал и все такое но с этим я думаю вы ознакомитесь сами то есть ссылку на вот это будет в описании так домашняя страница нам не надо что у нас там со сборкой ну сборка пока идет значит чтобы не отвлек отнимать ваше время ставлю на паузу да я на всякий случай пока идет сборка все таки установил пиком модел что я сделал я вот вот сюда и зашел github ufo а и и вот вот этот пика модел склонировал его дальше дальше он был склонирован и здесь был только автоген конфига не было соответственно я запустил вот автоген после автогена конфигур после конфигура мэйк а после мэйк а суду мэйк инсталл и установил эту библиотеку на всякий случай да чтобы 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 было ничего страшно потом если надо будет удалю а что у нас тут находится это какой-то сишный код для загрузки для загрузки как здесь было написано 3d мэш из ну типа модели каких-то мэш из мэш из мэш из мэш из мэш из короче поддержка форматов 3ds с а с е лайт ваевым и и все да был написан как часть gtk radiant проекта для q3 map 2 и лицензия бсд то есть никто ни за что не отвечает если вдруг что-то поломается вот ну и никто ничем никто никому ничего не должен так ладно пока идет сборка опять ставлю на паузу и так вроде собр вроде собрала так дальше нам говорят соберите карту давайте мэйк они языки лэнк мэйк лэнк есть ничего себе давайте мэйк мапс и чё а ну и после этого еще вот это наверное апдейты какие-то надо выполнить хотя мне кажется если их не выполнить то ничего страшного не будет опачки предупреждение надо было прочитать компилирование всех карт может занять очень немало времени даже на современных быстрых машинах и сейчас я слышу как начали работать вентиляторы елки палки я бы сказал блин и чё делать ну походу делать нечего будем ждать так я решил прервать это дело потому что наверное реально будет долго говорят вот здесь пишут что лучше ты сделай вот так вот возьми да и скачай все эти карты зачем тебе их собирать вот но ну прикольно кстати что эти карты собираются да собираются короче вот они сейчас вы так же можете а ну это я так понимаю не надо мне делать короче сейчас это все добро скачается смотрите сколько карт а у меня было собрано только сколько раз вторая начала собираться я представляю сколько времени потратилось было карт здесь немало ничего себе так давайте посмотрим юфо вот он юфо наш вот он собранный бинарник соответственно сейчас карты скачаются и запустим и думаю на этом все и вы сможете ну на самом деле это вещь хорошая когда есть игры с открытым открытой игры ну с открытым исходным кодом то есть можно исследовать как использовать тот же sdl как и спорь как работает основные циклы как то как все то есть очень неплохо можно получить опыта в этом все в этом все так 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 клиент клиент рендерер какой-то корона чё за короны тут корона используется наверное нет но но сишь файлики а я вижу сишную реализацию да да короче здесь такая смесь ну ничего страшного проект то есть и проект играют вот так чё нас карты скачали да да что такое нет представляете так бейса ну давайте зайдем тип бейс карты о о о да тут их немало и они они какой-то формат bsp ничего не понятно из чего не компилируется тоже было бы интересно так модели модели md2 md2 ладно искусственный интеллект опа опа а искусственный интеллект у нас здесь луа скрипты окей солдаты солдаты хорошо чё у нас тут еще можно посмотреть можно и еще звуки 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 в огг музыка в огг медиа это там шрифты все ттф уже вроде шрифт ну да карты карты понятно где исходники карта мне интересно ну это надо было наверное смотреть тогда когда я запускал сборку там по сборке на по-любому какие-то пути были наверное короче о все скачались ну давайте запустим юфо как бы здесь в конце пишут что вот ну можешь попробовать запустить давайте юфо опачки что мы видим мы видим за что игра собрана как вы видели полностью с нуля мы я ее собрал но я не думаю что у вас будут проблемы так русский язык выставили звук все равно вы не услышите не пишет так и давайте 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 рассмотрите не не надо давайте какую-нибудь а пусть компания будет так новая компания сторона люди рекруты 16 солдат 15 ученых 15 рабочих 8 пилотов кредитов сколько это миллион 300 сложность норма минимальная удовлетворенность государства 30 процентов то есть если ниже упадет довольство скажем так то тогда вы проиграете можно в долг деньги брать так это сценарий военного противостояния вторжения ю игрок принимает на себя командование силами фалангс противостоящими инопланетной угрозе от лица всего человечества кстати шрифты надо будет отсюда под 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 скопировать скажем так интересные шрифты компания доступна с несколькими уровнями сложности короче это понятное дело давайте попробуем сыграть то что оно собралось хорошо и то что оно запустилось тоже хорошо но было бы хорошо если бы оно еще и мы дошли бы до ну до игры непосредственно тут расписано что на самом деле происходит происходят атаки на какие-то города инопланетяне прилетают негодяи и почему то они все время нападают возможно это наша проблема человечества что мы хотим чтобы на нас всегда кто-то нападал ведь мог уже прилететь мирные инопланетяне и не знаю там хлеба привести ну чего-нибудь такого а мы им чего-нибудь другого вот ну и черный экран неужели это та проблема о которой говорили я вижу черный экран что видите вы а во не я нажал escape и все нормально так первым делом что надо сделать первым делом надо выбрать место нашей базы первой базы и наверное выберем где-то вот тут не лучше наверное вот тут короче там несколько баз можно будет строить так штаб-квартира построить вот несколько баз можно будет строить и вот так вот выглядит база есть модули в основном это там жилые какие-то модули то есть на некоторых короче на одной базе нельзя построить насколько я помню все прям постройки вот потому что потому что что это такое изолятор есть это у нас какие-то ангары она подписывает вот радар ангары это у нас жилые помещения потому что смотрите на базе есть какие-то можно строить к примеру научной базы то есть там жилые помещения и типа типа лаборатории исследования исследования нужны для того чтобы исследовать мы можем захватывать пришельцев и их исследовать соответственно исследовать новые там аптечки все такое также мы можем захватывать технологии ну пришельцы приземлились например мы их убили убили и захватили какой-нибудь ну что-нибудь короче что там можно какое-то оружие соответственно каким пользоваться мы не знаем для этого должны быть исследователи вот вторую базу можно построить на которой будут инженеры потому что чтобы что-то производить должны быть инженеры вот и соответственно потом надо будет как-то это все между собой пересылать и все такое короче игра довольно таки интересно и последний раз я запускал это что лет н назад вот этот проект и я смотрю что он очень сильно уже изменился совсем совсем другое все так вот мы стоим на паузе смотрите есть текущее время есть баланс кредитов и давайте ускорим время ускорим время для того чтобы хотя бы хоть какие-то пришельцы вот смотрите наши радары засекли что можно сделать можно сделать можно отправить наш перехватчик соответственно на первых этапах игры нет улетел но у нас слабенькие радары слабенькие перехватчики вот еще один давайте выбираем и вот у нас всего лишь один самолет вот а со временем пришельцы ну то есть они где-то летят знаете нападают на город какой-то на город давай опа 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 сбили теперь мы можем нет теперь мы можем отправить отправить экспедицию вот смотрите экспедиция жар-птица жар-птица это наш экспедиционный корабль вот вся фишка в том что мы летаем то есть пришельцы могут захватывать какие-то города ну не города там прилетать и творить беспредел либо могут разбиваться вот так вот либо где-то садится и фишка в том что нам надо лететь туда и все исследовать что-то очень темно надеюсь вам не очень темно так правой кнопкой нет а как крутится а среднюю кнопку зажал и могу крутиться короче вот у нас наш экипаж игра пошагово и нам надо выйти а где тут выход просто мне темно так чё то надо будет где-то наверное яркость увеличить а ну-ка гамма яркость наверно вот так вот освещение блин очень сильно поменялось что-то яркость не имею говорю очень сильно поменялось игра все гораздо круче как-то стало красивее короче что-то что-то освещение в реальном времени блин не знаю но но как-то получается что-то все равно не очень светло так ладно пойдем я сейчас дойду до каких-то пришельцев так вот был обнаружен пришелец вот он пришелец неизвестный раз и соответственно мы можем в него стрелять но дело в том что очков действий у нас уже нету вот так вот то есть берем вот этого игрока и смотрим где у нас количество очков действий а вот 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 это шкала показывает сколько очков действий смотрите 30 до чтобы стрелять на вскидку мне надо всего лишь 8 чтобы сюда дойти надо 11 и давайте попробуем просто а я ай-яй-яй-яй блин я случайно нажал я случайно нажал а как стрелять где-то тут было как-то стрелять ну сколько 8 очков же правильно а не хватает 13 блин ладно ладно не хватает пробел нажмем это конец хода сейчас будут ходить этим пришельцы короче пришельцы разные их много есть мирные жители надо с еще стараться так чтобы этих мирных жителей никто не убил ну из этих пришельцев вот так где тут конец хода вот это на вот и чем больше мы спасем мирных жителей тем больше там ну нам очков дадут больше то есть желательно базы строить по разным точкам земного шара соответственно мы строим и какие-то странные да там будут больше платить денег вам за то что вы там находитесь и успешно обороняете до отражаете атаки потому что там пришельцы прилетели а вы таки раз и вы уже тут ваша база рядом и вы там спасаете мирное население освобождаете города соответственно за это вам эта страна в конце месяца выделяет какие-то деньги или в конце года так не могу стрельнуть потому что далеко давайте сюда подойдем пришелец неизвестные расы вот понятно он неизвестный потому что мы еще это наш первый контакт и мы еще не исследовали то есть если мы здесь сейчас есть к примеру я здесь сейчас выиграю всех убью то когда я буду улетать я заберу с собой труп трупы на пришельцев и в лаборатории я смогу их исследовать так ну не знаю насколько вам видно но мне видно плохо то ли это из-за того что типа ночь то ли надо просто где-то в настройках указать яркость нормальную вот но я сейчас попробую еще раз стрельнуть но не еще раз еще пару ходов сделать и все так помповое ружье сто процентов раз стрельнул два стрельнул и че убил убил так тут еще можно как-то инвентарь посмотреть вооружение вот что на полу валяется да я бы я пошел на то место где труп лежит и вот какой-то клинок я его взять не могу одеть потому что он еще не изучен вот ну и все такое короче прерывая миссию переигрывать не буду опции гамма яркость вроде выставил неплохо но я думаю преследую так эффекты туман короче короче попробуйте у себя это все но я думаю игра вам понравится если вам нравится серия вот юфон то это довольно неплохо и она действительно развивается потому что действительно последний раз когда запускал все как-то было по-другому как-то так знаете по студенческий все сейчас уже красивенько сейчас уже и и шрифты покрасивей и всякие тут настройки интерфейса вот крылька покрасивше и все такое короче короче как вы увидели собрать это можно собрать и запустить и можно даже играть и даже еще можно смотреть исходный код что-то править и и ну возможно добавлять новое оружие и все такое поэтому на сегодня все надеюсь это вам все было интересно и полезно ссылку вот на вот это компайлер короче где-то три ссылки оставлю потом как собирать и и что-нибудь еще вот это все будет в описании к видео но теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока